Таиланд Пхукет Прослушивание, попробуйте обновить страничку, если этого не поможет, перейдите на другой браузер, сделайте какие-то разрешения этому браузеру, доступу, и, надеюсь, все будет хорошо. Меня зовут Дубровский Святослав, маркетолог компании AnnexTour. Спасибо, что нашли время посетить наш вебинар. Итак, начнем, я расскажу вам о компании, о новостях, акциях и далее по направлению Таиланд, отельной базе, детали, которые необходимо знать при продаже, что необходимо знать туристам, ну и также поговорим о экскурсионной программе. Итак, наша компания уже 23 года на рынке, имеет 4 страны вылетов, это Украина, Германия, Казахстан и Россия. У нас 12 офисов приема по всему миру. Наш воздушный флот состоит из 6 самолетов. У нас 3 самолета Boeing 737-800, которые вмещают до 189 пассажиров и имеют компоновку 3.3. Boeing 767-300 вмещает до 334 пассажиров и имеет компоновку 2.4.2. На больших бортах у нас также присутствует услуга бизнес-класс на борту Azure Air, туда входят такие услуги, как отдельная стойка регистрации туда и обратно, увеличенная норма провоза багажа до 40 килограмм, приоритетная посадка в самолет через отдельный вход и отдельный трансфер до самолета. Но это только при отсутствии телетрапа, практически везде он есть. Большой ассортимент также безалкогольных и алкогольных напитков, естественно, это бесплатно, улучшенный рацион питания, то есть там буквально меню предоставляют гостям, они могут выбрать то, что им интересно и более подходит. Кресла в бизнес-классе большие, комфортабельные, они откидываются, находятся на удобном расстоянии между друг с другом, откидываются в спинку до положения полулежа. Для детей также есть специальные развлекательные материалы, раскраски, книжки, то есть чтобы им также было интересно, и также для них есть элементы питания, там как соки и каши. Также очень удобная услуга – это бронирование мест на рейсах компании Azur Air. Сделать это довольно просто, еще раз напомню, это делается в личном кабинете при выборе заявки. Напротив рейса есть такая иконка, как кресло, нажимаете на нее, вам откроется схема борта. При наведении курсора на место вам сразу отобразится цена, с зеленым цветом отображаются места, которые доступны для покупки. После выбора закрываете, это уже услуга добавляется в перечень, в заявки, ну и стоимость также пересчитывается. Также хотим сообщить, что у нас продлен четвертый этап, у нас продлена акция раннего бронирования, у нас сейчас четвертый этап, он действительно по 31.05, так что спешите бронировать на лето 2020. Комиссия сейчас составляет 14% на заезды до 25.10. Это услуга по всем направлениям. Если заявка свыше 7000 долларов или евро, дополнительно 0.5%. Для этого необходимо будет написать вам письмо в отдел маркетинга, мы вам с удовольствием добавим. Условия оплаты сейчас 30 на 70, довольно знакомо для вас. И также у нас есть раннее бронирование на зиму 2020-2021 по всем направлениям, по всем городам вылета. Дополнительные привилегии комиссия 15%, период бронирования по 31.05 на заезды с 26.10. Дополнительные привилегии 0.5% от 7000 уе. Инфан только один по заявке бесплатен, только на билеты. И при покупке одного бизнес-класса второй предоставляется бесплатно. Также условия стандартные 30 на 70. Условия изменений бронирования для удобства туристов и для удобства агентов. Пожалуйста, обратите внимание на ниже приведенные обновленные условия изменений бронирования. То есть для вылетов с 15.03 по 01.06. Вы можете перебронировать заявку с сохранением всех параметров тура без изменения стоимости. В заявке не должны меняться туристы, курорт, отель, тип номера, количество ночей и т.д. На удобную для туристов дату. Возможно также перебронировка на другое направление в рамках стоимости забронирования тура. Если выбранный тур на другой направлении дороже, доплата производится по текущему курсу на день оплаты. В случае, если дешевле, возможно увеличение количества ночей или выбора дополнительных услуг. Вы можете перебронировать заявку на то же или другое направление. Это если для вылетов после 01.06. На интересующую туристов дату по действующему СПО. Если выбранный тур дороже, доплата производится по текущему курсу на день оплаты. В случае, если дешевле, возможно увеличение количества ночей и дополнительных услуг. В случае, если направления лету на данный момент нет, вы можете отложить это решение до появления предложений или выбрать другое направление по СПО в рамках стоимости забронированного тура или с доплатой. Доплата производится по текущему курсу на день оплаты. Перебронировку можно сделать сейчас или по восстановлению полетной программы. Оплаченная сумма будет учена в качестве авансового платежа для этой заявки. В случае, если туристы еще не определились с датой вылета, вы можете отложить решение данного вопроса и туристы могут выбрать дату тура позднее по восстановлению полетной программы. Оплаченная сумма будет учтена в качестве авансового платежа для этой заявки. Комиссия вашего агентства сохраняется при перебронировании тура. Далее у нас есть информация по перебронению заявок по направлению в Турцию. Условия, они действительно для заявок по акции раннего бронирования, которые подтверждены до 01.04. Даты указаны в таблице на сайте. Здесь приведен скриншот, где вы можете найти эту информацию. Все изменения сделаны согласно условиям, но сейчас и без изменения стоимости тура. Для этого нужно обратить внимание, что информация в таблице обновляется каждый день. отели, оставляя за собой право менять даты для перебронирования, то есть поэтому информация действительно на момент запроса, то есть поэтому также за этим следите. Комиссия вашего агентства сохраняется. При подобном запросе необходимо отправлять на ua.sales, но если информации на сайте нету, нету в табличке, то это индивидуальный запрос отправляется на ua.price. Также у нас есть услуга по управлению средствами для новых бронирований. Все туры с датами вылета с 17.03 по 01.06.2022 исключительно в одностроенном порядке будут приведены в статус «Доступное средство для новых бронирований». То есть оплаченная по заявке сумма будет сохранена в гривнах по курсу на момент оплаты для оплат этой же или других будущих бронировок. Новое предложение можно выбрать сейчас или после восстановления авиасообщения. Для использования полученных оплаченных средств вам необходимо по ссылкам, указанным, которые на сайте, скачать, заполнить и направить формы на адрес ua.lo.4.annex.tour. Можно это только в электронном порядке отправить, почту отправлять сейчас не нужно, и вам после этого, если документы все в порядке, вам ответят, и статус вы увидите в вашем личном кабинете. То есть это можно сделать и не только для заявок с 17.03 по 01.06.00, но и для других заявок в том числе. То есть, повторюсь, Испанию и Турцию, в принципе, вы можете перевести зеркально на 2021 год, но только если это просчитано в онлайне. Либо вы направляете запрос на ua.price, если такой информации нет, и вам ответят и просчитают. Также у нас доступны новые направления зимние, у нас Доминикана теперь летает с 18.08 и прямой перелет Киево-Радеро с 29.10. У нас уже были по данному направлению вебинары, поэтому, если вам интересно, пожалуйста, я вам потом дам ссылку, вы перейдете, сможете прослушать повторно. Итак, Эмираты у нас открываются с 05.07.00, прямой перелет Киево-Мале-Мальдивы 26.12.00, мы запускаем новое направление по Таиланду, это Киево-Бангкок с 24.12.00, и Киево-Пукет начинает полетную программу с 20.10.00. Мексика-Киев-Канкун прямой перелет с 24.12.00, Вьетнам-Киев-Нячанг с 27.12.00. На данном слайде приведены контакты наших отделов, здесь также прописано, какими вопросами занимается каждый отдел, чтобы вы знали, куда направлять, и ваше письмо взяли в работу и вам оперативно ответили. На этом информация общая по кампании закончена, можем переходить по направлению Таиланд. Климат, начну я с погоды, точнее с климата страны, климат в Таиланде влажный, тропический и субэкваториальный, на климат влияет муссон, который приходит с юго-запада, он приносит в Тае дожди, прохладу, и с конца мая по середину июля довольно такая прохладная погода, к ноябрю эти дожди прекращаются и начинается такой прохладный сезон, он длится до середины февраля, этот период считается бархатным сезоном в стране, стоит сухая и очень жаркая погода, а с февраля по май наступает такая сильная жара с сильной влажностью воздуха, потом она выливается в такой сезон муссонов, ну и климат, такой вот цикл повторяется снова и снова. На данном слайде мы видим карту королевства Таиланд, страна довольно большая, омывается двумя морями, Южно-Китайским и Андаманским морем, население почти 70 миллионов человек, столица Бангкок, очень такой разнообразный город, в нем сочетается такая современность, современная нашего мира, небоскребы, технологии, ну и также отлично сохранилась культура, и вдоль канала города есть такие культовые храмы, королевский дворец, очень рекомендуем посетить, останутся незабываемые впечатления, но мы же будем рассматривать Пухет, который находится на юге, у нас перелет прямой, длится он 11 часов, без дозаправок, во время полета кормят два раза, горячее и сэндвич, напитки во время всего полета предоставляются, чай, кофе, вода, соки, что пожелает пассажир, виза открывается по прибытию, для этого необходимо заполнить карточку, образец у нас доступен на сайте в разделе «Страны Таиланд», «Виза», и необходимо сделать контроль сетчатки глаза и отпечатков пальцев. Норма провоза багажа на линиях «Алзур Эйр» является бесплатной нормой багажа 15 килограмм и 7 килограмм ручной клади на одного пассажира, то есть багаж не суммируется, нельзя будет в один чемодан вместить 30 килограмм на двоих, придется распаковывать, перепаковывать или оплачивать это дополнительно на месте уже. Также давайте узнаем, что же строго запрещено в Таиланде. Таиланд имеет очень строгий запрет на ввоз электронных сигарет, вейпов, айкосов и всевозможных приспособлений для употребления табака или никотина с использованием этой электроники. Также запрещено курение во многих общественных местах, особенно в отелях. Многие отели запрещают курить не только в номерах, но и на балконах. Есть специально выделенные места, обычно за территорией отеля или где-то при въезде. То есть, возможно, это будет такая возможность бросить курить туристам. Запрещено курить на пляжах и даже не стоит это пробовать, потому что, если даже полиции вокруг нету, местные могут вызвать полицию. И никакой лояльности у полиции к туристам нету по этой теме, поэтому могут выписать очень крупный штраф. Также страна очень почитает монархию, и предыдущий король, Рама 9, изображен на купюре, он изображен практически на всех деньгах. Его изображение можно будет увидеть и на бигбордах, и в отелях, поэтому с деньгами также нужно очень обращаться достойно, не мять их, не рвать, не бросать их. Тайцам, они к нему очень трепетно относятся, к его изображениям, ну и вообще к его памяти, так как он для Таиланда сделал очень многое, как они считают, поднял экономику, поднял туризм, инфраструктуру, и поэтому необходимо так трепетно к этому также относиться. Также вот здесь изображен фрукт, который называется дурьян, он очень любим азиатскими туристами, китайцами в том числе. Он имеет шипастую круглую форму, зеленого цвета. В принципе, сам по себе фрукт неплохой, но он имеет очень такой специфический запах. Кто-то говорит, запах газа, лука жареного, и поэтому он также очень стойкий. Поэтому его запрещено вскрывать в номерах в отелях, и его запрещено даже провозить в салонах самолета. Анастасия задала вопрос, если проводить просто табак для самокруток. Да, возможно провозить табак, сигары, сигареты до определенного количества, по-моему, табак для самокруток до 250 грамм, по-моему, можно провести. Но можно вот именно табак провозить в любой форме, кроме как вот если его употреблять с помощью электроники. Далее. В стране довольно редко используются иностранные валюты. В основном ее принимает только отель в качестве депозита, и нередко он возвращает их в батах. Иногда и депозит берется только в батах. Баты можно поменять по прибытию в аэропорт или в самом отеле. Но курс там будет низкий, поэтому для обмена денег рекомендуем искать подобные кабинки. С поиском вообще проблем не возникнет, они находятся буквально каждые 100-200 метров на всех улицах. Курс к бату это примерно 1 бат 80 копеек наших, поэтому можно так даже удобнее будет, наверное, считать при покупке товаров любых. Также направление очень популярно благодаря своей экзотической кухне. Состоит оно в основном из морепродуктов, риса, лапши, супов. Один из популярнейших блюд это тамьян. Суп из креветок, кальмара, имбий туда добавляется, разные травки. И добавляется еще кокосовое молоко. Суп довольно острый, поэтому у кого проблемы или в принципе по прибытию туристам лучше рекомендовать воздержаться от острых блюд. И при избытке морепродуктов, так как высокое содержание белка может, так сказать, не очень повлиять на ЖКТ. То есть нужно немножко привыкнуть сначала к этой кухне. Она довольно острая, и поварам или официантам при заказе блюд стоит говорить no spicy в английском языке. Также очень вкусные десерты готовят в отелях и ресторанах. Очень популярно тайское мороженое жареное. Это на такую плоскую сковородку разливают мороженое, и потом оно поджаривается и в такие рулетики собирает фруктовое. Очень вкусно, мы рекомендуем попробовать. В Тае огромное изобилие фруктов, очень много экзотических таких фруктов со странной формой, волосатые, круглые или, ну, таких, которых никогда даже, может быть, и не видели. Вот на фото, например, изображен драгонфрут. Он имеет такой кисловатый вкус, структура немножко осетчатая, на киви похоже. Это маракуйя, личи разные, ну, и множество-множество другого. Очень вкусный манго. Также можно купить это в магазинах, на улицах, приготовить вкусный фреш. То есть это очень много его. Фишкой также Таиланда является его традиционный тайский массаж. Ну, правда, мало кто его представляет на самом деле. То есть он, что он довольно жесткий, массажисты могут сильно тянуть суставы, там, нажимать на живот или на тело. Поэтому на такие процедуры нужно уже идти осознанно. Лучше, тем более, не после обеда, потому что тогда они довольно будут сильно нажимать на живот. Особенно если какие-то у вас есть травмы или противопоказания, то лучше воздержаться от такого массажа. А начать с какого-то более расслабляющего, то есть массажа головы, ступней, там, или какого-то массажа с использованием масел, то есть более такой лайтовый. Не все отели имеют спа, но практически все предлагают услуги массажиста. Это можно вызвать на ресепшене, придет человек с таким специальным массажным столиком. Можно посетить и на улице этих салонов массажа очень много. Ну, и, в принципе, выбирать их можно по, ну, как если нравится, он, в принципе, если выглядит достойно, ухоженно, то, в принципе, работает. Ну, то есть можно и его выбрать. Тем более, они пытаются всячески как-то заманить туристов, то есть там какими-то бесплатными коктейлями, Wi-Fi, музыкой приятной. Стоимость такого массажа может быть от 300 бат до 5000 бат, ну, это в зависимости от какого комплекса процедуры или услуг туристы выбрали. Далее, что можно привезти из Таиланда? Можно привезти как раз фрукты экзотические, можно местные сувениры из дерева, вот таких слоников, Будду. У них, кстати, не очень недорогая техника, мобильная, бытовая техника можно привезти. В Таиланде сильно развита фармакология, косметика, в аптеках очень много таких товаров для здоровья, витаминов, минералы, крема разные. То есть это тоже очень популярно. Трикотажные изделия, различные рубашки, кепочки, товары для туристов продаются. Далее, супермаркеты, это очень популярное место для приобретения товаров. Здесь можно купить еду, которую можно приготовить дома, например, в отеле, или купить готовую пищу, фрукты, воду, детские товары. Также здесь пополняются мобильные телефоны. Карточку местной сотовой связи выдает трансферный гид во время трансфера из аэропорта, когда забирает. Там на счету, по-моему, около 20 бонусов. Это достаточно, чтобы буквально отправить смс-ку или сделать экстренный звонок. Но пополняются в основном они в супермаркетах. Стоимость сотовой связи недорогая, в принципе, около 200 бат за стандартный пакет 4 гигабайта. Можно и больше расширенный купить. Но проблем с интернетом в Таиланде нет. Во всех отелях есть бесплатный Wi-Fi. Он довольно скоростной, поэтому это так рекомендуется для поездок на экскурсию. Выдается карточка одна на заявку на семью. Мы рекомендуем сразу же гостям подключить ее, чтобы у отельного гида и трансферного гида была связь с туристами. И они так могут тем самым получить необходимую информацию о вылете, о заборе трансфера или на экскурсию, например. Поэтому очень удобно. И одну заявку комплиментом карты. Да, все верно. Все верно. Во время трансфера. На данном слайде перечислены рекомендуемые отели. На остров Пхукет мы начинаем полетку с 20-го, 10-го по вторникам и пятницам. В Бангкок мы начинаем летать с 24-го, 12-го по четвергам и воскресеньям. У нас будет еще отдельный вебинар по Бангкоку и Паттайе. Мы там более детально разберем и экскурсионную программу, и отели. Особенности этого региона. Ну, а почему рекомендует лететь в Таиланд с нашей компанией? Так как мы имеем прямой перелет, у нас есть поддержка в аэропорту нашей компании, у нас очень хорошие цены, гарантированная отельная база на экскурсионной категории и широкий ассортимент экскурсии. У нас отличные гиды, они постоянно проходят курсы для повышения квалификации сотрудников. Да, конечно. Можете сделать скриншот, фотографию. Я надеюсь, вам хорошо видно. Итак, перед нами карта Пхукета. Аэропорт находится на севере острова. Основные пляжи и курорты находятся на востоке. Самые многолюдные и развитые структуры пляжей – это Патонг и Карен. Именно сюда все будут везти дороги на Патонг и будут ориентироваться при поездках именно сюда. На Патонге находятся улица баров, торговые центры, места для развлечений, сетевые рестораны – Макдональдс, KFC и тому подобное. Ну, а остальные пляжи будут иметь такую более удлиненную территорию и слабые развитые инфраструктуры. Я начну вам рассказывать про отели. Буду двигаться с севера на юг. Ну, а также поговорим о экскурсиях, о достопримечательностях, что можно посмотреть. Пхукет – курорт довольно современный, но в нем также можно и узнать культуру страны, увидеть красивые буддийские храмы, можно съездить на такие нетронутые людьми острова, можно посмотреть красочные шоу. У нас есть общая такая обозревательная экскурсия, называется «Душа Пхукета». На ней можно посетить буддийские храмы, увидеть огромную статую белого Буду, с которой открывается красивая панорама над островом, посетить настоящую кобровую ферму, то есть приобрести какие-то товары из кобры, попробовать энергетический напиток из крови кобры, посетить каучуковую ферму, которая очень, кстати, ценится, каучук. Из него делают различные ортопедические матрасы, подушки. Их можно там будет заказать под параметры туриста или под его желание. И его изготовят, этот продукт, и привезут в отель. Также не стоит, если переживать, при покупке подобных товаров, большегабаритных или больших, довольно тяжелых, они не будут учитываться в бесплатный вес вот этого багажа. То есть 15 килограмм у туриста остается, плюс 7 ручной кладь, и плюс вот эти вот товары, они не учитываются. Экскурсии можно приобрести при бронировании или только на месте у гида. Экскурсии приобретаются и стоимость их уточняется только на месте у отельного гида. И вебинар также будет доступен в записи. Ссылка будет размещена у нас на сайте в разделе «Обучение вебинары», архив вебинаров, либо просто подписаться на наш канал на YouTube, я позже ссылку предоставлю. Также еще очень интересное место для посещения – это тематическая деревня. В ней можно познакомиться с историей, с традициями тайского народа. Это вечерняя экскурсия, она включает в себя ужин. В этой деревне можно будет увидеть постановочный тайский бокс, увидеть слонов, увидеть декорационную деревню, увидеть, как раньше жили не оригены, а традиционные тайцы, и потом посетить яркое шоу «Сиам Нерамит». Оно в четырех действиях расскажет как раз историю Таиланда от древних времен до современности. В шоу ходит в книгу рекордов Гиннесса из-за очень быстро сменяющихся декораций. То есть пока вы смотрите на актера слева, справа выплывает в буквальном смысле лодки, а там, где потом стоял этот актер слева, уже стоит слон, а сзади можно увидеть там дракона огнедыщащего. Ну, в общем, очень интересное шоу, действительно такое яркое, запоминающееся, ну и немножко история имеет в себе. Шоу подходит для всех, для взрослых и детей, очень интересное. Екатерина, я рекомендую прочитать памятку туриста по данным, так как если это какие-то статуи относятся не к сувенирной продукции, да, могут быть какие-то, необходимы будут какие-то разрешения. Поэтому в памятке у нас подобные указаны вопросы, поэтому рекомендую туда обратиться. Далее, у нас для любителей экзотики есть возможность выбраться на острова, увидеть природу, отдохнуть от шума и так провести целый день на диком пляже. Здесь, в принципе, больше ничего нету, только очень красивые виды и прекрасное море, теплое, красивая природа. Вот это Семилианские острова. Остров Джеймс Бонда очень популярен среди блогеров, фотографов, вообще любителей необычных дизайнов, которые создала природа. Вот этот фильм Джеймс Бонда, по-моему, еще в 70-х был снят, как раз дал сильный толчок туризму в Таиланде. На этом острове находилось логово его врага, то есть и там также были очень сделаны красивые кадры, чем заинтересовало многих туристов, особенно западных. Особенно вот этот гвоздик. Теперь уже люди узнают, что это Таиланд, по вот этому вот островку. Улица Баров или Банглород – это отличное место, чтобы выпустить пар молодежи. Можно здесь также и посетить спортбары, клубы, попробовать уличной еды, увидеть вечернее шоу, вот, например, в этом клубе, куда приезжают и звезды Дэвид Гвета, различные рэперы, диджеи и тому подобное. Очень много людей действительно на ней. Буквально через каждый шаг есть и магазины сетевые, поэтому там довольно комфортно находиться, если необходимо купить еды. Там Макдональдсы, разные сетевые рестораны. Ну и также увидеть вечерний Пхукет, ночную жизнь Пхукета. Ну, а теперь давайте перейдем к отельной базе. Вы уже, наверное, ее заждались. Я начну перечень с севера, ну и будем продолжать двигаться на юг. Первый из отелей – это будет Найанг Резорт. Он находится в одноименном поселке. Он находится недалеко от аэропорта, это примерно 15 минут езды. Поселок небольшой, он вытянут вдоль побережья, и на нем нет каких-либо таких развлечений. Есть еженедельный рынок на выходных, который открывается. В нем можно приобрести много местной продукции, каких-то товаров, еду можно приобрести, фрукты. Отель предоставляет трансфер до него туда и обратно, и где-то примерно в одном километре от отеля есть сетевой магазин, аптека, обмен валют, ну, то есть такое самое необходимое для туристов. Пляж находится от отеля через дорогу. Место очень привлекает, потому что отель очень зеленый, много лужаек, таких мест для отдыха, очень красивая природа здесь. Здесь отель больше подходит для уединенного отдыха, он подойдет для отдыха также с детьми. На территории много таких худевских площадок, мест для игр, черепашки ползают по территории, есть такой прям мини-мини зоопарк, где там держат местных животных таких, не опасных, конечно же. Отель был обновлен в 2015 году. Все в нем, в принципе, очень, ну, очень действительно симпатичный отель. Депозита при заселении нет. В номерах есть Wi-Fi, есть набор для приготовления чая, кофе, предоставляют две бутылочки воды каждый день, которая обновляется, и, ну, кондиционер, естественно. То есть, в принципе, этот набор, который я перечислил, он есть почти во всех номерах в отеле. То есть, это обязательно, что есть Wi-Fi, и он бесплатный. Это точно, что есть набор для приготовления чая и кофе, и то, что предоставляет, ну, кондиционер, естественно, ну, и то, что две бутылочки воды предоставляются. Единственное, что вода предоставляется в стеклянных бутылках, и чтобы не было недоразумений, эту стеклянную тару нужно оставлять же и в номере, потому что она потом сдается, она потом моется, обновляется и выставляется опять. То есть, поэтому, если гости эти две бутылки воды заберут с собой, им будет выставлен счет, как они их приобрели. Далее. Следующий отель, это находится на пляже Камала, Принцесс Камала Бичфронт отель, он уже находится ближе к центру острова. Здесь есть небольшой с бутылками во всех отелях. Да, да, ну, воду предоставляют во всех номерах, и она в стеклянной таре. В основном это так, пластик они пытаются не использовать, даже в магазинах перестали предоставлять пакеты пластиковые, и им рекомендуют вообще приходиться в свои тары. Итак, на Камале есть небольшой туристический центр. Да, да, Екатерина оплачивается, выставляется счет и оплачивается в отеле. Камала уже имеет небольшой такой туристический центр с турзоной. До центра Патонга ехать около 20 минут. Отель был построен в 2008 году, реновацию проводил в 2019-м. Депозита при заселении нет, пляж находится буквально через дорогу, сам отель состоит из трех-четырехэтажных зданий и 30 бунгало, вот они утопают буквально в зелени. Рядом с бунгало очень много деревьев, прудиков с карпами плавают, очень красивый и хороший отель с приемлемой ценой, поэтому также он подойдет для всех категорий туристов, как с детьми, так и молодежи, взрослым, потому что есть возможность и как уединения вот таких вот бунгало, так и, в принципе, быть ближе к отелю, быть ближе к инфраструктуре. Поэтому рекомендуем данный отель. Очень хорошее сочетание цены-качество, качественный ремонт был сделан и хорошее месторасположение. Далее, The Natural Resort. Этот отель с большой территорией, всего три звезды. Он расположен в южной части Патонга, где-то минут 20 до центра, до вот этой улицы Бара в Банглороуд, до моря идти минут 12-1 километр. Шаттл предоставляется отель. В принципе, он очень популярен среди также всех категорий, и с детьми, и молодежью. Такой он бунгального типа преимущественно. Номера простые здесь. Категории разные, не зависят всего лишь, то есть они по квадратуре не будут меняться, набор одинаковый, единственное, что вот по ремонту. То есть самая низшая категория здесь, ну и по высшей категории. То есть это будет стандарт, делюкс, и есть еще высший супериор и делюксы. Они, в принципе, будут различаться только качеством мебели и качеством техники. Как питаются туристы? Можно выбрать тип питания в онлайне. На завтраках, на обед или завтрак, или фуллборд. То есть получается обед, завтрак и ужин. Напитки предоставляются только на завтраке. Это обычно чай, вода, бывает сок и кофе. Во время обеда или ужина напитки не включены. Максимум, может быть, вода в кувшине. Но это тоже редко. Можно питаться в ресторанах, можно питаться в магазинах, то есть покупать продукты питания. И уличная еда в том числе. То есть такие называемые макашницы. То есть небольшие мотоциклы, на которых готовятся сразу же во фриктюре сосиски, фрукты, рыба и тому подобное. Кондиционеры есть во всех номерах, да. Поэтому рекомендуем данный отель для вестей с небольшим бюджетом. В принципе, здесь вот такие вот бунгалиные номера с общими бассейнами, лежаками. Территория большая. И в принципе, то, что они находятся в центре. На Патонге. Это также будет преимуществом. Следующий отель это Sea Sun Sand Resort & Spa. Комфортабельный отель. Он находится на возвышенности. Вот здесь открывается такой вот очень красивый вид сверху. Он находится на удалении от центра турзоны. Больше такой для семейного и романтического отдыха. Но при выходе из отеля сразу можно будет увидеть такую активную жизнь. Аптеки, магазины, массажные салоны. Но в самом отеле, когда находишься, там этого не замечаешь. Отель состоит из четырех-пятиэтажных зданий. Они все между собой соединены переходами, лифтами. Но номеров для инвалида здесь нет. Депозит при заселении одна тысяча бат или пятьдесят долларов за номер за ночь или двести долларов за все прибивание в отеле. Можно оплатить его наличными, либо кредитной карточкой. Единственное, что кредитной карточкой средства не изымаются, они всего лишь блокируются. И для разблокировки их бывает занимает около 30-40 дней. Поэтому бывает, что система банковская не так может сработать. И процесс может затянуться. Поэтому рекомендую использовать наличку. Потому что ее сразу отдаешь, сразу же забираешь при себе. Но также стоит учитывать, мы об этом всем подписали везде в описании отелей, что некоторые отели при сдаче в долларах или евро возвращают депозит в батах. Депозиты во всех отелях обязательны. Не во всех отелях. Некоторые отели имеют договоренность с аннекстуром, поэтому с них депозит не берется. В двух предыдущих отелях депозит не взымается. Ну, а в принципе этот я уже сказал. По номерам. Здесь балкон есть во всех номерах, кроме категории стандарт. Стандарт, она находится на самом нижнем уровне отеля. И в этом номере даже не открывается окно. Поэтому стоит учитывать. В принципе, они очень достойные все номера, очень красиво сделаны современно, но окна не открываются. То есть проветривать нужно, открывая просто дверь настежь, так делают многие туристы. И либо выбирать другую категорию, которую мы вообще рекомендуем. Deluxe View. Прекраснейший вид. Вот они здесь находятся в этой категории, в этих зданиях. И вот открывается вот такой вот прекрасный вид на залив Патонг и на Моле. Виталий, да, об этом будет дополнительно рассказано. Вчера у нас был вебинар с представителем отеля Лужон. Она объяснила, как работает у них. То есть это будет где-то дополнительно будут обрабатываться номера каждый день, где-то будут использоваться только запакованные вакуумные такие упаковки различных там бокалов или приспособления для питания, то есть там эти вилки, ложки, ножи. То есть это отдельная информация, мы об этом еще поделимся со всеми вами, то есть как об этом сообщают туристам. Далее у нас отель Ибис Пхукет Патонг. Отель находится в 300 метрах от моря, это где-то 5 минут ходьбы. Бюджетный отель известной сети Ибис. У него хорошее соотношение цена-качество с компактными вот такими вот номерами. Имеет удачное расположение в турзоне недалеко от моря, он подойдет для всех категорий туристов, депозита при заселении нет для туриста в Анекс Тур, в отель допускается домашние животные по запросу бесплатно, это кстати большая редкость для отелей, потому что в Таиланде в 90% отелей такой услуги нет. Зульфия, сейчас я вам скажу, если депозит, ну в принципе я вам рекомендую перейти к нам на сайт, написать The Natural Resort, там у нас вся информация присутствует по депозитам. Также хочется отметить важную информацию по дополнительным кроватям. Дополнительные кровати у нас просчитаны в онлайне, при наличии приставки Extra Bed дополнительная кровать предоставляется. Максимально в однокомнатный номер предоставляется одна кровать. По умолчанию это раскладная кровать длиной 2 метра и шириной 1 метр. Если в подборе тура стоит 2 плюс 1 или 2 плюс 2, но нет примечания Extra Bed, дополнительная кровать не предоставляется. Это тоже очень важно приметь это во внимание, поэтому вам для поиска кровати необходима для дополнительной кровати нужна приписка обязательно Extra Bed. Это также касается Эмиратов, Вьетнама, Шри-Ланки и других направлений. Далее у нас пятизвездочный отель Phuket Graceland Resort & Spa. Он также находится на Патонге на северной части. Очень большая зеленая территория красивая. У него собственный боулинг-центр. бильярд, другие развлечения, чем очень популярен среди семейного отдыха, среди молодежи. Пляж находится через дорогу, пляжные полотенца предоставятся бесплатно, номера находятся вот в таких четырех и пятиэтажных зданиях. Отель входит в сеть Sentida, поэтому держит уровень, марку, то есть дизайн даже немножко похож со всеми остальными отелями Sentida. Депозит при заселении есть, это 3000 бат или 100 долларов за пребывание, за номер. Можно наличными, можно блокировкой кредитной карточки. Поэтому рекомендуем также этот отель для гостей, кто желает быть недалеко от инфраструктуры, кто ищет каких-то более такого развлекательного характера отдых. Это отличный вариант. Далее спускаемся на Корон. Первый отель этого региона это Sugar Marina Resort Art Корон Beach. Он расположен в северной части Корона, в 200 метрах от пляжа. Вот на фотографии со спутником вы можете увидеть территорию этого отеля и где находится сам пляж. Пляжное полотенце также предоставляется бесплатно. номера находятся в четырех и пятиэтажных зданиях. Очень хороший приятный дизайн такой симпатичный морского стиля. Довольно хорошее питание. На территории есть тренажерный зал, есть мини-клуб, но нет услуг няни, поэтому родители должны всегда оставаться в помещении, пока дети находятся в этом детском клубе. Вообще вся сеть Sugar Marina очень приятного такого стиля современного. Также советую посмотреть и другие отели этой сети, которые находятся на Каране и других частях острова. Просто идеальный вариант для молодых людей, для любителей современности. Здесь дизайн очень приятный, хороший по питанию, по качеству. Далее Caron Resort & Spa небольшой отель, интересное место расположения имеет, он находится на юге пляжа Caron, недалеко от турзоны и пляжа Ката, в принципе, там дальше следующий пляж это Ката, вот он ближе даже к нему находится, чем к Патонгу. Подходит для всех категорий туриста, кроме пожилых людей, потому что на возвышенности и имеет множество количества ступенек, то есть переходов таких вот. Красивая очень территория, простые, но современные номера, отличный персонал, очень приветливый и профессионалы действительно, хорошая кухня, очень вкусно кормят, общались мы с туристами, они остались очень довольны, у них никаких нареканий не было, возят на пляж постоянно, то есть у них есть стабильный шаттл, очень хороший действительно отель, рекомендуем, цена-качество, все присутствует, поэтому один из лучших тоже отелей этого региона. Таворн Palm Beach Resort, это еще один отель высокого класса, очень хорошая территория, очень зеленая, с большим количеством деталей в саду, различные скамейки, фонтанчики, места для отдыха, очень красивые бассейны, пляж находится через дорогу, отель обновленный в 2019 году, имеет очень такой красивый дизайн тайском стиле, депозит присутствует, 3000 бат или 100 долларов, ну, либо блокировка или фотокопия кредитной карточки, бывает, просто они делают с двух сторон копию, сохраняют ее, потом при выезде могут и не использовать ее. В отеле очень хорошая кондитерская, здесь готовят вкусное тайское мороженое, о котором я говорил, сейчас я вам покажу видео, где можно будет как раз лучше рассмотреть территорию, если будет вам плохо видно или со звуком проблемы, скажите, пожалуйста, я вам по-новому поставлю. если видно, поставьте музыку, измените, сейчас. Сейчас. минуту. Погаи, динам и миск, минуту. Погаи, миск, Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой приятный отель для высокой категории туристов, для любителей, именно кто хочет ощутить Таиланд, это идеальный вариант. Далее у нас Ката, Ката тоже очень хороший пляж имеет, очень хорошую уединенную территорию, есть развитая инфраструктура, там обычно это кафешки небольшие, магазины, без каких-либо больших торговых центров. Да, Ката Тани очень классный пляж и отель сам по себе тоже высокого уровня, 4 лизы, поэтому рекомендую. Пишется Ката Тани. Спасибо, Катерина, что напомнили. Также посмотрите его, действительно хорошего уровня отель. Ну а мы же будем говорить про Ката Сибрис Резорт. Это популярный семейный отель, сочетающий в себе хорошее месторасположение, комфортабельные номера, действительно неплохие услуги. Представляет, есть русскоговорящий персонал, он подходит для всех категорий туристов, находится на пляже Ката, метров 500 до пляжа, это где-то минут 10 ходьбы. Но также есть и шаттлбасс, он ездит 4 раза в день, бесплатно. Пляжные полотенца предоставляются. Отель состоит из 5 корпусов, вот здесь на слайде приведена карта всего отеля. Номера очень просторные, депозит присутствует при заселении, 100 долларов или можно оплатить в батах. Есть также услуги няни, есть детское меню, есть детский клуб и два детских бассейна. То есть больше ориентирован на детский отдых, общались, ну здесь больше также и русскоговорящих гостей, наших соотечественников. То есть если рассматривают длительный отдых, то вот это идеальный вариант, детям не будет скучно, они смогут познакомиться с другими детьми, то есть и в это время родители могут посещать экскурсии. Няня, в принципе, также недорого стоит, есть во многих отелях та на услуга, это не обязательно, что будет сотрудник мини-клуба, потому что анимации практически в отелях нету, это не как в Турции или Египте, например. Здесь могут быть сотрудники няни, могут быть сотрудники хаускиппинга или других отделов, департаментов. Вот, ну, могут стоить от 100 бат за час до 200, то есть если это, например, уже ночное время после 10 вечера, то стоимость может быть выше, так как потом сотрудница или сотруднику необходимо будет такси вызывать. Ну а так около 100 бат, это средняя стоимость за няню, можно посчитать, в принципе, сколько необходимо для родителей времени, чтобы поехать на какую-то экскурсию или съездить в центр города за покупками. Ну а дальше у нас второй отель сети Таворн, он расположен в бухте Накалай. Накалай находится между Камалой и Патонгом, если я не прав, поправьте меня. Ну, у него такая закрытая бухта, уединенный очень отель, находится он в 10 минутах езды от Патонга, до аэропорта ехать минут 45. Это вообще уникальный отель, он сочетает себя в такой аутентичный тайский стиль, с современными номерами, с современными всеми удобствами. Часть вилл находится на склоне, добраться туда можно на таком лифте-вагончике, фуникулёре. Отель больше подходит для уединенного семейного или такого романтического вообще идеального отдыха. Он очень зелёный, очень много пальм, экзотических разных цветов, птицы летают, много разных резных, деревянных и каменных статуй, по территории ползают черепахи, вообще очень красивый отель. Пляж песчаный, но вход каменистый, поэтому рекомендуется кораллки. Недалеко от этого пляжа есть коралловый риф, в отеле можно даже снять в аренду оборудование или приобрести услуги дайвинга, например, съездить туда. Очень классное место, также очень красивые фотографии, мы видели промо-видео. Депозит при заселении 100 долларов за номер за ночь, либо нужно в верификацию пройти кредитные карточки. Там и гостям объяснят, как это сделать. Я вам сейчас включу видео, чтобы вы ощутили вот эту красоту этого отеля. Это первая линия, да, вы сейчас увидите как раз, как он у нас лежит. То есть его даже практически не видно здесь. Ну сколько он утопает в зелени. Ну сколько он утопает в зелени. Вот такой интересный отель. Рекомендуем также для высокой категории гостей, которые ищут вип-уровень. Это отличный вариант. На этом перечень отелей закончен, как и моя часть презентации. Спасибо большое. Но для начала, да, запись вебинара, конечно же, будет. Будет размещена на сайте Annex Tour в разделе обучения. Там дальше будет архив вебинаров. Перейдете туда, увидите Таиланд-Пукет. И можете также подписаться на наш YouTube канал, где также доступны другие вебинары. Также хочу напомнить, что в понедельник у нас будет проведен вебинар по направлению Доминикана. И также рекомендую подписаться на все остальные социальные сети, чтобы следить за информацией, быть в тренде и иметь доступ к самой свежей информации от нашей компании. Спасибо большое, что уделили время. С вами был Дубровский Святослав, маркетолог компании Annex Tour. Я вам желаю прекрасного дня, хороших выходных и крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания.